Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о процессах вокруг Афганистана. Для этого у нас в гостях Александр Князев, востоковед. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну из таких ярких событий последнего времени в хронологии по Афганистану, это встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова со вторым человеком в Талибане, встречаются они в Дохе, это столица Катара, и обсуждают экономическое сотрудничество Узбекистана и Афганистана. Я понимаю, что вокруг Афганистана много разных процессов, но вот такие переговоры и такой их формат, они укладываются в их логику? Ну, чтобы понять логику действий Ташкента в данном случае, я думаю, нужно посмотреть на все остальные форматы, да, переговорного процесса, который происходит вокруг Афганистана, хотя бы вкратце. Ну, во-первых, наверное, самым главным ведущим процессом являются переговоры, которые идут, ну, активно они идут с конца прошлого лета, лета прошлого года в той же самой столице Катара между американскими представителями и руководством Талибана. Основной смысл этих переговоров, по крайней мере, в их публичной части, это условия вывода американских войск, главное требование со стороны Талибана, условия вывода американских войск и легитимизации и реинтеграции в общество, собственно, Талибана. То есть, если очень коротко сформулировать, то это переговоры о том, как прекратить вооруженный конфликт и перейти к мирному регулированию в Афганистане. Российский формат, значит, на первых этапах Россия приглашала к себе все стороны конфликта, ну, две, вернее, основные стороны правительства Афганистана официальная и Талибан. Правительство саботировало эти инициативы. В Москве представители России и еще ряда стран, кстати, и Казахстан там участвовал, разговаривали с Талибами, обсуждали возможные пути выхода из военного этого конфликта. В начале февраля, 5 февраля нынешнего года Россия сделала, на мой взгляд, совершенно шикарный ход, когда в Москве за один стол переговоров, об этом говорилось и раньше среди специалистов, но это вот случилось, за один стол переговоров посадили делегацию Талибана и большую делегацию представителей легитимной афганской оппозиции. И что очень важно в составе этой легитимной оппозиционной делегации, в том числе представители этнополитических партий, представителей этнических меньшинств. Это огромное достижение. Этнических и религиозных. И религиозных. Это огромное достижение, потому что представить несколько лет назад, что за одним столом будут сидеть и нормально разговаривать, искать компромиссные варианты урегулирования. С одной стороны, этнически, националистически ориентированные пуштуны-талибы, а с другой стороны, ну и приверженные некоторому такому суннитскому радикализму, да. А с другой стороны будут сидеть хазарейцы-шииты и на равных в одном зале разговаривать. Ну это как крайний вариант, поскольку со стороны легитимной оппозиции там были и таджики, и представители пуштунских партий. После того, как вот этот московский диалог состоялся, между США и Россией, ну на официальном уровне, по крайней мере, не думаю, что это слишком глубоко, возникло некоторое тактическое взаимопонимание, то есть американцы, цель американского процесса под американской эгидой, это собственно мирное соглашение, правда пока непонятно с кем, поскольку талибан не признает кабульское правительство и уже длительного времени отказывается с ним вести переговоры. Кабульское правительство для талибана это менеджер, наемный менеджер, они разговаривают с хозяином. То есть с американской эгидой менеджера не признают. Ну это как бы вопрос, наверное, будет решаемый постепенно, да, с точки зрения чисто организационно-правовой все равно придется какое-то соглашение подписывать, к нему, собственно, видимо, идет дело. То есть американцы занимаются, собственно, урегулированием, прекращением конфликта. Российская вот эта инициатива, она больше направлена на то, как обустроить Афганистан после заключения мирного соглашения базового, да, как учесть интересы различных этнических, религиозных, политических групп внутри Афганистана. Это очень важная вещь, потому что она направлена действительно на будущее. Не просто сегодня мы подписали соглашение, завтра начинаются претензии в борьбе за власть, за контроль собственности и все продолжается на новом витке. Но при этом талибы уже легитимизированы. Но так не должно быть. Нужно думать, как дальше об условиях установления какого-то мирного процесса, утверждения какого-то мирного процесса в Афганистане. Ну, это, в принципе, два основных переговорных процесса, которые идут и имеют... Еще раз, базовые различия между ними есть? Ведь получается и Россия за мир, и США за мир. В чем их мирный процесс отличается базово? Ну, на мой взгляд, Россия... У России нет особого интереса к продолжению конфликта в Афганистане. Конечно, Россия хотела бы влиять на какие-то процессы, там, с точки зрения своих, ну, даже экономических, например, интересов. Но это не огромный интерес, это не самое стратегическое из стратегических направлений российской внешней политики и связанных с нею, подпитывающих ее российских интересов. Вот. Но России... Для России важно, чтобы мы могли работать в Афганистане, условно говоря, да, и чтобы оттуда исходил минимум каких-то угроз безопасности, включая, кстати, и наркотрафик. Для этого нужно сильное государство, стабильное, опирающееся на все внутренние политические силы. Вот суть процесса. Американцам, в принципе, окончательное урегулирование в Афганистане, их интересов особо как-то не касается, им важно сейчас достойно уйти и оставить свои рычаги влияния в Афганистане. Поэтому, если, предположим, соглашение подписывается, американское, условно говоря, соглашение, да, подписывается на таких условиях, что Талибан полностью монополизирует, предположим, политическую власть в Афганистане, американцев это тоже устроит. При соблюдении определенных их требований там, я не думаю, что, например, вывод войск будет стопроцентным, да, в какой-то форме, непрямой, все равно военное присутствие, военное влияние США на Афганистан в обозримой перспективе все равно останется. Но на тактическом уровне вот эти два переговорных процесса, они не противоречат, в принципе, друг другу, они как бы выглядят так, вполне камильфо, давайте будем работать по двум направлениям. Теперь возвращаемся к Узбекистану. Ну, вот представьте, какова бы была реакция в Ташкенте, если бы, например, завтра министр иностранных дел России Сергей Викторович Лаваров где-нибудь в Стамбуле встретился с командирами исламского движения Узбекистана, шейхом Амаром на Мангани и вторым командиром Абдул-Азизом Юлдашем. Это было бы совсем... И обсуждал экономическое сотрудничество России и Узбекистана, да, там строительство атомной станции, предположим, в Узбекистане силами российского Росатома. Ну, это же нонсенс на самом деле. Одно дело вести переговоры об урегулировании военного конфликта. Мы уже перестали почти называть Талибан террористическим движением, хотя оно до юра пока еще остается в этом статусе, строго до юра. Но, условно говоря, вести переговоры с вооруженной позицией, то, что делают американцы, в целях мирного урегулирования, это одно. Организовать площадку для переговоров вооруженной оппозиции с невооруженной оппозицией, то, что делает Москва, это другое. Обсуждать вопрос экономического сотрудничества в стране с вооруженной оппозицией этой страны, ну, это очень мощный вызов и без того, как бы помягче сказать, ну, малоэффективному, скажем так, международному праву. По-хорошему, строго юридически, Ашраф Ганит должен был дать поручение МИДу, вчера уже, и сегодня, наверное, в МИД Афганистана должен быть вызван посол Узбекистана и получить соответствующую ноту протеста против таких действий. Но этого не происходит. Вчера же, в то же время, когда Абдул-Азиз Хафизович Камилов встречался с Мулой Берадаром, о чем вы начали говорить, в Дахе, в это же время в Ташкент прилетел обсуждать сотрудничество двустороннее в сфере безопасности и вопросы урегулирования в Афганистане. В Ташкент прилетел советник по национальной безопасности президента Афганистана Хамедулла Мухбиб. То есть, это получается звенья одной цепи, и все друг друга понимают? Я думаю, что это звенья одной цепи, это действия Ташкента, это часть большого американского плана. Американцам нужно сейчас сбросить афганские проблемы немножко со своих плеч, и для этого выбраны два субъекта региональной политики, это Узбекистан и Индия. Все узбекские инициативы по Афганистану, по урегулированию в Афганистане, во-первых, взаимодействие с Афганистаном ложится в русло собственно национальных интересов Узбекистана, это завоевание рынка, прокладка каких-то коммуникаций и так далее. Для самого это объективные интересы Узбекистана, но они вписываются в русло большого американского сценария и являются собственно его частью. Вторым таким субъектом является Индия. Я прошу прощения, Индию уже нельзя рассматривать без Пакистана, вообще считается, что Пакистан это детище межведомственной разведки, вернее, Талибан детище межведомственной разведки Пакистана. Пакистана, у Пакистана с Индией проблемы в Кашмире. Я не понимаю, что там Афганистан отдельно, Кашмир отдельно или это такие не отдельные, это взаимосвязанные процессы? Связь есть, связь есть, но немножечко два слова просто о роли Индии в афганском процессе. Втягивание Индии, а это даже прозвучало еще в известном, полтора года назад, в известном афганском плане Трампа, мы здесь обсуждали когда-то его. То есть, американцы хотят переложить на Индию, во-первых, вопросы связанные с экономической помощью, с каким-то экономическим, пусть минимальным, больше, развитием для Афганистана, во-вторых, с политическим влиянием. Но не нужно далеко ходить, наверное, хороший школьник должен знать, я не знаю, как нынешнее образование в этом плане, но в мое время приличный школьник знал о существовании индо-пакистанского конфликта, такого многолетнего, с момента образования, собственно, этих двух государств 1947 года. И учитывая пакистанское влияние, это не только Талибан, это в целом, это и в экономике, в транспортной сфере, в целом пакистанское влияние в Афганистане. Это непонятно, что любой рост активности Индии в Афганистане будет в контексте индо-пакистанского конфликта будет вызывать соответствующие реакции со стороны Пакистана. То есть это втягивание Индии в афганские дела, оно закладывает основы для расширения индо-пакистанского конфликта на территории уже Афганистана. Это один момент. Второй момент, здесь есть много интересных нюансов, скажем, исторически сложившаяся нелюбовь пуштунов, афганских пуштунов к Индии в целом и даже к такому бытовому уровню, националистическому в частности. Все-таки нельзя забывать, что три англо-афганские войны со стороны Англии, британской Индии, велись руками, в первую очередь, непосредственно реализовывались руками индийских солдат. То есть британские офицеры и индийские сипаи. Да, да. Сипаи, гурки. И это отложилось в исторической памяти определенным образом. И другой момент, он связан как раз с Талибаном. Во-первых, многие группировки, которые аффилированы собственно с Талибаном. И не секрет же, что базовые точки Талибана находятся на территории Пакистана. Но это вот факт данности. Пакистанское правительство не может, скажем так, от этого избавиться в силу ряда причин. Ну, во-первых, в целях сохранения стабильности в стране. Потому что, ну, те круги, которые поддерживают Талибан, они обладают достаточно большим влиянием и в Исламабаде, в том числе в политическом эстеблишменте Пакистана. Поэтому связь есть прямая. И многие группировки, которые действуют, скажем, в Кашмире, они аффилированы с Талибаном. Это же люди, они могут переходить. Сегодня стало горячо где-нибудь в афганском Кандагаре и Гельменде. И эти группировки перебрасываются, действуют там. Завтра станет напряженно в Кашмире. Соответственно, это же как бы такая общая сеть некая. Соответственно, участие возможно и там. Но здесь нужно еще посмотреть на вот суть последнего вот этого витка конфликта. Мне попалось как-то в комментариях одного из официальных индийских аналитиков буквально на днях совершенно безумная риторика, где он пишет, что индийские ВВС после теракта известного, да, ставшего. Когда погибли 45 индийских военнослужащих. Да, поводом. Там два интересных момента. Во-первых, ВВС Индии нанесли, в кавычки, невоенный упреждающий удар. Это бомбами размером с тонну, да? Сколько там было? 12, по-моему. 12 миражей, 2000. 12 миражей. Ну, это же было бы смешно, если бы это не было грустно, потому что это же и разрушение, гибель людей. Это война. Самая настоящая война. Второй момент. Индийская сторона упывает на то, что сейчас она оправдывает все происходящее. Война ведь продолжается. Воздушные бои идут. Она упывает на то, что, дескать, это не война между странами, это не война с Пакистаном, а это борьба с терроризмом. Мне вот эти два момента, и невоенные удары, и борьба с терроризмом, сразу напомнили риторику другой страны. Вспомните 2001 год. Американские действия, собственно, в том же Афганистане. Американские гуманитарные интервенции, натовские гуманитарные интервенции, и индийские, невоенные упреждающие авиаудары бомбовые. Ну, получается, там модно и востребованно. Это же, да, это из одного поля все. Борьба с терроризмом, это вообще шикарный лозунг. Но на самом деле, в Исламбаде, кстати, более трезво понимают происходящее, на мой взгляд. Не, может быть, и в Индии понимают трезво, просто говорят, как положено. Говорят так, как хотят говорить, да. Так, как велели кураторы, по большому счету, из Вашингтона, естественно. То есть Индия тоже, как и Узбекистан, она становится частью вот этой политики на фоне динамично портящихся отношений между Пакистаном и США. США делают ставку на Индию. То есть, по большому счету, в отношении Афганистана Индия – это большой Узбекистан, или Узбекистан – это маленькая Индия. У них похожая мотивация, есть национальные интересы, для реализации которых, ну, по отношению к Афганистану, для реализации которых нужно слушаться дядю Сэма. И он тогда поспособствует тому, чтобы ты достиг и своих национальных интересов. Но это, на самом деле, подобные действия, они могут иметь тактический успех. Вот большого стратегического успеха, я боюсь, что они иметь не будут, а это будет только создавать новые конфликтные какие-то поля и пространства в регионе. Я прошу прощения, Индия и Пакистан, они еще и члены ШОС. Как там на организацию, это рикошетом воздействует? Или не только рикошетом? Ну, когда еще актуализировался вопрос о том, чтобы принять постоянные члены организации Индию и Пакистан, ну, вот только ленивые и совсем уж не думающие эксперты не говорили о том, что этого делать не нужно, что это перенесет индо-пакистанские отношения на площадку ШОС и еще больше ослабит организации, которые без того не так уж особо-то и эффективны. Я, например, писал в то время, говорил о том, что гораздо проще принять Иран, там хотя бы конфликтность Ирана, как субъекта международной политики, она не содержится внутри ШОС, эти конфликты, они находятся за пределами ШОС, и это не будет, в меньшей степени будет влиять на саму шанхайскую организацию. Ну, случилось то, что случилось. Сегодня Индия, кстати, не секрет же, что когда китайцы лоббировали вступление Пакистана в ШОС, в это время Россия лоббировала как противовес китайскому влиянию в организации, лоббировала вступление Индии. Я думаю, что сегодня в Москве должны об этом пожалеть, конечно, об этом решении. Я думаю, что обе страны нельзя было принимать при наличии конфликта между ними. который и тогда было понятно, который будет пролонгироваться, степень напряжения будет подниматься, спускаться на какое-то время, уходить в латентную фазу, потом снова в военную фазу и так далее. Этот конфликт заложен еще при образовании государств. Сегодня Индия недовольна реакцией, понятно, что она будет недовольна реакциями Китая, но она недовольна сегодня реакциями и России, когда спецпредставитель президента России Бахтийор Хакимов пошел спецпредставитель, когда он в своем заявлении предложил Индии, Пакистану заниматься, урегулировать этот конфликт, не вынося его, не внося его в организацию, Индия этим недовольна, Индии бы хотелось, чтобы вся шанхайская организация занималась этим конфликтом, в котором, кстати, строго и хронологически, который начат индийской стороной, по большому счету, потому что связь тех группировок Джейши Махамад, которые стали объектом бомбардировок индийских и начали конфликт, связь этих группировок с пакистанским правительством, она может быть и существует, но до юре никто ее не доказал, эту связь. Ну, больше чуть-чуть отвлеклись, а ситуация по Афганистану, надеюсь, нашим зрителям стала гораздо понятнее. У нас в гостях был Александр Князев. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok